Приветствую вас! Я думаю, что начать свой ответ стоит с того, чтобы определить, как и когда проявляется любовь и как и когда проявляется использование. И как это относится между собой любовь и использование? Начнем с того, что любые отношения, по сути, свои использования. То есть, если человек находится в отношениях, значит, его уже используют. Так или иначе. Потому что любые отношения, это использование. Вы не найдете ни одного примера человеческого взаимодействия, когда не было бы использования. Поэтому, если вы пытаетесь, если вы пытаетесь найти отношения, в которых вас бы не использовали, то боюсь, что в этом случае вы потерпите неудачу. Вопрос заключается в том, насколько много использования присутствует в том или ином взаимодействии между людьми. Насколько оно, это использование является определяющим в отношениях между людьми. И насколько оно влияет на прочие аспекты человеческого взаимодействия. Условно говоря, любовь проявляется в том, когда для человека нет естественной выгоды. То есть, просто отсутствует выгода. То есть, если человек делает что-то, что не является для него очевидной выгодой, если человек делает что-то, что не несет ему никакой очевидной выгоды, повторюсь, очевидной выгоды, это выгода, которую можно увидеть, которую можно проследить. Очевидная выгода, это та выгода, которая легко очень определяется, легко выделяется, легко раскрывается. Если такая выгода присутствует, то человек вас использует. Но здесь очень важно понимать, что абсолютно любое действие, абсолютно любое действие человека для другого несет в той или иной степени выгоду абсолютно любое действие. Поэтому нужно понимать, насколько субъективной является выгода. Насколько сознательной является выгодом. Отдает ли себе человек, например, отсчет в том, что эта выгода есть? Я полагаю, что этот момент можно использовать для лучшего и более полного понимания того, что происходит. Как определить, сознательное ли выгода для человека или нет, выявить очень легко. Для того достаточно посмотреть на то, как человек использует то, что он получает. то, что он получает, ну, например, от вас, то, что он получает, например, от действий с вами. Если человек использует это, именно использует это. Если человек нуждается в этом, то в таком случае он вас использует. Если человеку все равно, если человеку все равно, есть, например, или нет, то, что он получает от вас, то в таком случае я полагаю, что... Использования нет. Хочется обратить ваше внимание еще на такой важный аспект, как то, что вы пишете, что любите человека очень сильно. Если вы очень сильно любите человека, то почему вас в таком случае беспокоит? Использует он вас или нет? Почему вы в таком случае как будто бы не уверены в себе, не уверены в том, что делаете, не уверены в том, как себя ведете, не уверены в своих действиях, в своих... может быть, поступках и так далее. То есть, как это проявляет, что вы его любите? Нет ли такого, например, что вы для него, для человека что-то делаете, а вам это дается очень трудно? Вам это дается очень тяжело? Вот нет ли такого момента? Потому что если такой момент есть, то мы не можем говорить о любви. Мы можем говорить о том, что вы, ну, в той или иной степени зависимы от человека, но вы его не любите. По крайней мере, эта любовь не является такой, знаете, чистой, к сожалению. Вот, я думаю, примерно так можно вам ответить на вопрос. Который вы задаете. В целом, есть ощущение, что между вами и человеком, между вами и молодым человеком нет доверия. Просто отсутствует доверие как таковое. И мне кажется, что это весьма такой деструктивный момент. Потому что, если между вами не доверие, то, соответственно, отношения ваши являются, ну, не, ну, недостаточно искренними, скажем так. А это, в свою очередь, ну, существенно осложняет ваше взаимодействие, делая его не таким легким, не таким естественным. Не таким корректным может быть, как оно могло бы быть при прочих равных условиях. Таким-таким образом, мне кажется, что ответить вам можно примерно так. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Надеюсь, что это поможет вам лучше понять себя, лучше понять свое настроение, лучше понять то, что вы хотите. Вот, вот. И я надеюсь, что это позволит вам более грамотно выстраивать отношения с мужчиной. Вот. Ну, каштапором у вас есть сейчас контакт, я так полагаю. Там еще испортить отношения достаточно легко. Практически любые. Вот. А остановить их сложно. Почему я хотел бы, чтобы вы имели это в виду. Ну и главный вопрос, который мне хотел бы вам задать напоследок. Это, откуда взялись ваши сомнения? То есть, почему эти сомнения вообще появились? Почему появились сомнения в том, что человек вас использует? Что навело вас на мысль? Почему нет доверия? Почему нет доверия не только к нему, к человеку? Но почему нет доверия и к себе? То есть, совершенно очевидно, что задавая вопрос сейчас сюда нам, вы даете понять, что выбрали человека себе в партнеры, выбрали мужчину, себе в партнеры, такого, который может вас использовать. Это означает, что вы себе не доверяете. Вот. Вопрос, который я хочу вам задать, он само заключается. Почему вы ставите под сомнение свой выбор? То есть, вы не можете отдаться отношениям. Вы не можете, ну, позволить отношениям просто, ну, просто нести вас, просто вести вас за собой. И это, на мой взгляд, очень важный момент. На этом всё. Я надеюсь, что это было для вас полезно. Я искренне надеюсь, что это было для вас полезно. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен вам за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.